А вот послушайте, Новгород, Смоленск и восточные берега Днепра являются границей всех-всех областей, в которых обитают единые европейские народы, которые отличны от москалей. Эти москали, они же Москва или даже Москва, принадлежат к туранским народам, то есть к финно-уграм, а Польша и остальные славяне к европейским народам арийского происхождения. Польшу и Москву, ну уже почти в геополитическом смысле, разделяет кровь, то есть происхождение государствообразующего племени. Одним словом, москали – это Азия, уральская раса. А все славянские народы, которые имеют антропологическое и культурное родство с Польшей, с поляками, это арийцы. Арийцы, раса, нет, это не сумрачные германские гении с теориями о расовом превосходстве, это гений польский с теорией туранской расы. И сегодня мы поговорим о весьма примечательном наследии польского историка, вице-президента французского этнографического общества, члена парижского антропологического общества Францишека Духиньского. Ну и не только его. В студии «Стариады» Наталья Таньшина и Олег Неменский. Здравствуйте. 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 Русофобия с расовым душком На самом деле Францишек Духинский очень интересен тем, что он крайне банален, но великолепно выразил ту банальность, которая витала в воздухе той эпохи. О, витала в воздухе. Да, потому что почти все, что он написал, что он придумал, что он как бы изобрел интеллектуально, так или иначе кто-то писал до него. Францишек Духинский. Польский этнограф и историк. Вице-президент Парижского этнографического общества. После восстания 1831 года Духинский эмигрировал во Францию. Автор собственной версии Туранской теории об азиатском происхождении русского народа. В действительности эта теория представляла собой лишь стремление облечь форму научной системы политические мечтания и чувства польской эмиграции. И очевидно, человек не только хорошо писал, но и очень хорошо выступал, поэтому умел зажечь своим словом аудиторию. И главное у него было чувство борьбы. Он в своих, вроде как, научных текстах все время писал, что мы, поляки, окружены врагами, но главный наш враг – москаль, враг – коварен, и мы должны, не покладая рук, бороться, чтобы защитить себя, свою историю, свое имя, свою территорию. Неменский Олег Борисович. Окончил Московский государственный университет имени Ломоносова, исторический факультет. Российский политолог и историк. Научный сотрудник Института славяноведения Российской академии наук. Ведущий эксперт Российского института стратегических исследований. Автор серии статей по русофобии в журнале «Вопросы национализма». В том числе русофобия как идеология, технологии дерусификации. Историческая концепция Франтишека Духинского. Для него якобы наука, вроде как он выступал как ученый, она была таким вот полем борьбы за поляков против москалей. И он это не скрывал. Это по-своему увлекало, так как он же борется не только за поляков, но и за доброе имя вообще Европы и вообще белой расы против всяких азиатских ордов. Белая раса он тоже использовал? Конечно. Вот, собственно, то время, когда он написал свои основные сочинения, это конец 50-х, 60-е годы, 70-е, 19-го века, это было время расцвета расовой мысли, расовых теорий. Как раз вот после выхода основной книги Габино в 1953 году, о «Опыт неравенства рас» европейское общество увлеклись вот этой идеей, о том, что все человечество делится на такие, можно сказать, биологические виды, такой зоологический подход к человечеству, который предполагает... Зоологический, да? Да, ну, конечно. Ну, фактически, расизм и предполагает взгляд на человечество как на животное, как на биологический вид. Биологический вид. Все-таки представление о том, что человек является не животным, а чем-то особым, оно уходит к корням христианства. А расизм христианства, в принципе, отвергает, и христианство с расизмом, по большому счету, несовместимо. Так что это особое... То есть это было не христианское или даже антихристианское течение? Конечно. Ну, потом мы видим уже во время расцвета расовой теории и ее политическое применение в Третьем Рейхе уже сознательное культивирование именно языческих культов. Но, естественно, что расцвет расизма мог прийтись только на то время, когда европейское общество стали более-менее атеистическими, отвернулись от старых христианских традиций. Или нерелигиозными еще в такой мягкой форме секулярности, или более жесткой уже атеистическими. Или, на мой взгляд, здесь как раз они становятся более идеологизированными. Потому что как раз XIX век — это же время, когда формируются идеологии. Даже более того, вот эти самые метаполитические идеологии — либерализм, социализм, коммунизм. А метаполитические идеологии — это какие идеологии? В которые начинают верить точно так же, как прежде верили в догматы или в догмы религиозные. Таньшина Наталья Петровна. Окончила Коломенский педагогический институт. Доктор исторических наук. Профессор кафедры всеобщей истории Института общественных наук Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации. Профессор кафедры новой и новейшей истории стран Европы и Америки Московского педагогического государственного университета. Автор более 200 научных работ, в том числе «Русофилы и русофобы. Приключения французов в Николаевской России». И мне кажется, тут надо еще говорить о самом этом времени, 19 веке. Почему вот такой интерес у Духинского, да, и в целом, почему интерес такой к России, к русской теме? Это же время, которое постоянно было отмечено польскими проблемами и польскими восстаниями, начиная еще с рубежа 18-го, 19-го веков. После разделов, да, первых трех. Да, потом как раз решение Венского конгресса, когда было образовано царство польское. Потом как раз польское восстание 1830-1831 годов. Потом обострение как раз польской проблемы после Крымской войны, 61-й год, так называемые манифестационные движения. И потом уже восстание 1863-го года. И, собственно, поэтому Польша, она же тогда для либералов была оплотом вот таких вот либеральных даже ценностей и некий барьер между либеральной Европой и самодержавной, консервативной Россией. Поэтому, конечно, вот такие вот идеи, которые исповедовали поляки, в частности Франтишек Духинский, они находили очень такую мощную поддержку и сочувствие во французском обществе. Хотя, конечно, если мы возьмем восстания польские, какой-то реальной помощи французы ведь мало оказывали. То есть это была больше такая помощь на словах. Но общественное мнение, будь то английское, будь то французское, оно было таким вот именно полонофильским. И поэтому вот эти вот идеи о москалях, которые готовы, которые занимают вообще те земли, которые им не принадлежат по праву, и поэтому их надо оттеснить в пустыне Сибири, они находили... А пустыня Сибири это я из завещания Петра Великого. А-а-а, вот-вот-вот. Да, то есть тут произошло наложение как раз вот польские дела, плюс это же время, когда Россия после наполеоновских войн начинает восприниматься как силы, которые слишком много занимают места на европейском континенте. Русские войска оказались в центре Европы. Европейцы увидели вот эту вот мощь европейскую. И поэтому чем дальше уходил в прошлое страх перед Наполеоном, маленьким капралом, тем сильнее как-то вот это педалировалось сознательно, тема русской угрозы и вот эта вот идея о том, что враг стоит у ворот. И поэтому все вот эти вот идеи, они как раз были очень понятны европейцам, и более того, поляки, они же со времен Ливонской войны были главными специалистами, наверное, по России, по крайней мере, так они себя позиционировали. Поэтому все это было созвучно, но только уже с опором на расовую теорию. Передовую научную теорию того времени. Да, и, собственно, термин рас, он же появляется уже в 30-е годы 19 века. В частности, Киплинг, который эти же идеи развивает, он же прямо говорил, что русские — это аномалия, с которой не нужно иметь никаких дел. Хотя понятно, что истоки, они же гораздо глубже. Тут мы можем уйти как раз вот в ту самую Москвию, в открытии Москвы и в Герберштейна, который, наверное, первый поставил вопрос о том, в чем причина инаковости русских. Это история или русские генетические какие-то иные? Собственно, это как раз вот два подхода к русофобской мысли. Сигизмунд фон Герберштейн. Дипломат Священной Римской империи, писатель, историк. Дважды посетил русское государство. Результатом стала изданная в 1549 году книга «Записки о Московии». В основу книги положен дипломатический отчет о России, который Герберштейн написал по итогам своего второго посольства. Сочинение Герберштейна пользовалось большой популярностью и надолго стало основным источником знаний европейцев о России. Польшу, Русью называют всем не то, что у нас. Если для нас Русь – это какое-то наше свое понятие, оно объединяет и территории нынешней Украины, и Белоруссии, и центральной России, то Польша очень жестко разделяет. Вот Россия, вот Русь. Русь – это Украина и Белоруссия. А Россия – это совсем другая страна, другой народ, другое пространство. И такое восприятие России сложилось еще в 16 веке. А стало складываться еще раньше. Потому что если мы посмотрим на такую главную задачу, которую поставил себе Духинский – полностью привязать историю Руси к Польше и полностью разорвать историю Руси с Россией, то эта задача довольно успешно решалась еще отцом польской историографии Яном Длугашем в 15 веке. Ян Длугаш – польский историк и дипломат. Крупный католический иерарх. Автор истории Польши в 12 томах. Этот труд охватывает период с 965 по 1480 годы. Основой для его написания стали польские хроники – литовские, русские, венгерские, чешские летописи. Материалы государственных и церковных архивов. Является основоположником полоноцентричной концепции истории Руси, отражавшей внешнеполитические цели и задачи польских правящих элит. Он описывал о том, что как Польша основала племя полян, так и Древняя Русь основала племя полян. А поляне – это те самые поляки везде. То есть это два польских государства. А поляне – это поляки? Ну, конечно. И, соответственно, это два польских государства. Разница только в том, что появилось два сильных центра, и в них разные династии. И далее. Правда, у Длугаша не было полного объединения русских с поляками, потому что он писал о вечном рабстве Руси, на которое она отдана Польша. Простите, а что за рабство? Рабство кого? Кому? Это ордынское? Нет, рабство польское. То есть Русь в рабстве у Польши. Благодаря Болеславовым походам XI века у нас в истории они почти не запомнились, но были такие во время межкняжеских конфликтов польские короли приходили на Русь помогать той или иной стране. И Польша сложилась традиция с представлением о том, что это было подчинение, порабощение Руси. Потом, правда, совершенно неправовым способом поляков оттуда выкидывали, но они с тех пор заботились восстановлением своих прав на Русь. И поэтому для Длугаша в XV веке было уже очень важно после Кривской унии, после всех этих проектов объединения Руси с Польшей, доказать, что вся Русь должна принадлежать Польше. И что, в принципе, вся история государственности, вообще высокой культуры в русских землях, она польская по происхождению и по сущности. А Москали – это какая-то внешняя сила. Которые набежали откуда-то из-за Урала, да? Ну, не из-за Урала, но, тем не менее, там, с Поволжи, так скажем, и которая не имеет исторически к Руси никакого отношения, разве что за счет восприятия православия переняла язык, переняла какие-то традиции и бросила вызов полякам в их законном историческом господстве над русскими землями. И, соответственно, задача поляков уже в XV веке, так это осознавалось, доказать, что Русь должна принадлежать Польше, а никому еще. В это время как раз шли уже войны с московским государством, для Москвы, надо сказать, небезуспешные. Уже тогда в Москве возникла вот эта идея собирания русских земель. Понятно, что это задача, задача предъявления своих прав на Русь и отстаивания, защиты ее от России. Она стала особенно актуальна после разделов Речи Посполитой и особенно после 1915 года. Я напомню, что по разделам Речи Посполитой, которые были в конце XVIII века, Россия не получила ни пяди, собственно, этнографических территорий Польши. То есть она претендовала только на земли Западной Руси. И для России это был способ воссоединения с русскими землями. Даже на медали, памятной, просвещенной этим разделам, было написано «Отторнутая возвратих», вот «Отторнутая поляками». И для всей русской мысли, западно-русской мысли, вот в Киеве, в белорусских землях, во Львове, польское присутствие воспринималось как чуждое. Было понятие польского ига. Почему-то наша историография это понятие забыла. А они это так воспринимали. Поэтому да, с этих земель пошел огромный запрос. Еще в конце XVI века Москва, ты стала крупным центром, мы признаем тебя как царя, верни нас к себе, освободи нас из-под польского ига. И уже в середине XVII века Москва попыталась это сделать. Но по-настоящему такое объединение удалось только в конце XVIII века, и то частично, потому что вся Галичина отошла к Австрии. Известно, что императрица Екатерина Великая даже плакала по этому поводу. Ну и Пруссия еще, да? Прусские тоже объединения. Ну, а Пруссия нет. А Пруссия и Австрия в основном-то заняли, собственно, польские земли. Поэтому некорректно говорить о разделах Польши в XVIII веке. Потому что, собственно, Польша – это территории, на которых основными населениями являются поляки. А Россия ни пяди таких земель к себе тогда не присоединила. Но вот после наполеоновских войн, во многом из-за польской интриги, связанных с князем Чарторыйским. Адам Чарторыйский – русский и польский государственный и политический деятель, князь. Был близок к Александру I. Входил в негласный комитет императора. В 33 года занял пост министра иностранных дел Российской империи. Способствовал заключению Союза России, Австрии и Англии против Наполеона. Планировал восстановить польско-литовское государство в тесном политическом союзе с Россией. Даже не в состав России, а под личную унию с Российским императором вошли, собственно, польские территории с центром Варшави. И задача-то была какая? Территория Руси в польском восприятии – это традиционная территория польской колонизации, причем именно шляхетской колонизации. Когда они говорили, что мы имеем все права на Русь, они выступали вполне юридически грамотно, потому что это была шляхта, то есть помещики, у которых были имущественные права на эти земли. Они все, так или иначе, были разделены в помещенном сословии. И Россия не нарушала их права, что, в общем-то, напрасно, но получилось так, что основная часть шляхты сидела именно на русских землях, на западно-русских землях. Но при этом она была окружена совершенно не польским населением. Соответственно, была задача объединить вот эту западную, вот эту Русь с, собственно, польским центром, с Варшавой и, собственно, польскими землями, для того, чтобы создать такую мощную шляхетскую группировку, которая бы потом могла поднять восстание. Ну, или добиться у короля полнофила признания максимальной независимости. Ну, Александр I воспринимался как полнофил, действительно был полнофилом, но этот проект не удался. Проект восстания 1631 года тоже не удался. После этого на Запад, и в первую очередь в Париж, поехала огромная, так называемая, великая польская эмиграция. И вот эти поляки, они несли с собой вот этот интеллектуальный заряд, всю эту идеологию ненависти к России, к Москве, как они ее еще тогда называли. И представление о том, что это какое-то дикое восточное варварское государство, которое нарушает наши права на наши исторические земли, разрушает наше государство и угрожает тем самым всей Европе и всему христианскому миру. Потому что, конечно, москали как христиане не рассматривались, но это еретики, да, еретики, они все-таки вне церкви, для них схизматики еретики, значит, люди вне церкви, а раз вне церкви, значит, уже и не христиане. И миссия Польши всегда была утверждать истинное христианство на Востоке, приносить европейские нормы жизни, в том числе правовые, на Восток. Востоком в Польше традиционно называлась именно Россия. Сейчас, вот, например, в польско-публицистической политологии Востока это постсоветское пространство. Мы к этому еще придем, да, но нам пройти вот всю вот эту историю, связанную с нашим героем. Ну, мне кажется, тут поляки, да, но их идеи, они же очень хорошо легли на уже подготовленную почву. И европейцы, они были готовы воспринимать вот эти польские идеи, потому что это очень было уже понятно им тогда. Потому что именно такой образ России, он же и формируется буквально в первые годы после окончания наполеоновских войн. И вот эта вот такая антирусская пропаганда, она же и в Англии, и во Франции активно развивается. А поляки, они только, по сути, подливали масло в огонь. И даже если мы посмотрим работы, которые публиковались активно в Европе, антирусского такого содержания, они же очень часто были написаны польскими авторами, даже если подписывались не поляками. Потому что видно было, что, например, в этих текстах какие-то фамилии пишутся с ошибками, и только польские фамилии пишутся без ошибок. И вот что интересно, как раз разделы Польши, ведь в их участие принимала не только, понятно, Россия, да, и Австрия, и Пруссия, но упрёки всегда сыпались в адрес именно Российской империи. Вот это очень важное уточнение. Что только Россия, она вот поглотила, растерзала маленькую Польшу. И вот это как раз будет объектом многочисленных карикатур и в Англии, особенно в Англии, потому что Англия, это, наверное, родина карикатурного искусства. Мы можем вспомнить как раз императрицу Екатерину II, которая была таким излюбленным объектом карикатуристов, которая вот две руки вот так распространяет, одна на Константинополь, это её вечная такая, да, мечта починить Константинополь. Греческий проект, да. Да, греческий проект, от которого, понятно, русская дипломатия отказалась, но это всё по традиции будет приписываться всем последующим российским правителям. А вторая как раз вот её рука и второе направление, это вот поглотить Польшу. При том, что Александр I, он же предоставил Польше широкую автономию, да, против чего как раз выступал и Насальрода, и Потсадиборга, потому что они говорили, что это будет чревато дальнейшими проблемами. То есть были какие-то предостерегающие голоса, да, из, собственно, русского политического мира. Конечно, потому что, например, ни граф Насальроды, который возглавляет уже, по сути, Министерство иностранных дел, ни Потсадиборга, который в 2014 году станет российским послом в Париже, они ничего не имели против территориальных перемен. И вот говорили, что да, вот эта территория Великого Герцогства Варшавского, Царства Польского, вот это всё отвечает именно таким геополитическим интересам. Но вот в том, что касается внутреннего устройства Польши, и тем более как раз предоставления полякам широкой автономии, вот против этого они были против. И Насальроды об этом говорил ещё в 2013 году в своей записке. А Потсадиборга Александр поручил ему написать проект Конституции, Царства Польского, а он в ответ на это не побоялся написать документ, в котором говорил о том, что этого делать нельзя, что поляки, они являются врагами России, и что вот это вызовет только в дальнейшем волну неблагодарности. И, собственно, с этим Россия как раз и столкнётся в 30-31 году, и именно вот это вот польское восстание, оно же сформирует крайне негативный, буквально такой монструозный образ России, европейской мысли. Можно даже вспомнить опять-таки английские карикатуры, где вот там поляк вот несчастный, полька, и вот эти вот русские медведи, которые пытаются его атаковать... Традиционные русские медведи. Да, но медведи здесь, у них ничего не получается, они не могут справиться. А, то есть они неуклюжие, неповоротливые, но вот у них там прям чуть ли не кровь, ничего-то спаси. Да, но с другой стороны французские же карикатуры, вот эти вот порядок царствует в Варшаве, когда вот грозный такой казак, он подавляет вот эту несчастную Польшу. То есть это как раз общий такой европейский тренд, наверное, если говорить современным языком. И вот, собственно, Московия, все вот эти идеи, они же как раз вот тогда актуализируются, и Духинский, он же будет как раз вести речь о территориях. То есть это не просто вопросы какие-то идеологические, вот такие споры между учеными, хотя Духинский, он же был таким историком-самоучкой, любителем. Ну, он учился какое-то время в Киевском университете, потом как раз в ходе революции 48-49 годов он оказывается в Европе, в итальянском даже легионе. А, то есть весну народов он переживает уже в европейских событиях. Уже вовлеченный, да, вот в этот процесс, а как раз ведь именно тогда формируется тоже и негативный образ России, особенно когда Россия помогает Австрии подавить события. Да, да, да. Венгрии, потом как раз Духинский оказывается во время Крымской войны уже там, вот на этом театре военных действий, на территории Османской империи при английском интенданстве, и он как раз настраивает англичан и французов, то есть он всегда продвигает вот это свое польское дело. И он там пытается вот эту вот идею развивать. И уже потом он оказывается после окончания войны, Крымской войны в Париже, где действительно занимает важное и значительное общество руководитель, вице-президент этнографического польского общества и многие другие структуры занимает, находит огромную популярность во французской, что характерно, интеллектуальной элите. То есть, казалось бы, идеи, которые не имеют никакого такого серьезного научного содержания, основы какой-то научной, но они вот с таким жаром воспринимаются и правящими кругами Франции. Тут как раз и вот это сначала манифестационное движение 61-го года, когда произошло, ну, манифестация, да, движение, стреляли, были ранены и погибшие. Вот, допустим, французский художник Тума Роберт Флюри, он выставляет картину, вот, посвященную этим событиям. Это буквально такой последний день Помпеи, когда вот ужасная Россия подавила вот это восстание, и люди умирают, и гибнут, и эта картина была выставлена в витринах лучших парижских магазинов, поляки написали стихи вот по поводу этой картины. То есть, опять-таки, вот такая очень мощная пропагандистская волна, которая ложилась на хорошо подготовленную почву, тем более, что как раз же в это время европейцы сами развивают идеи о том, что варвару ворот, и что Россия как раз, она мощная в Европе, она вот движется на Константинополь для того, чтобы оттуда направить свои дикие варварские орды в Европу. А ведь как раз в это время завещание Петра Великого, оно вновь становится востребованным. Сам Наполеон его приказывал вот размещать на ведущих там каких-то административных зданиях, для того, чтобы это читали. Какие-то разного рода работы, которые появляются в это время, пропагандистские, они тоже все в себе содержат вот это завещание Петра Великого, которое, в принципе, обосновывает во многом те идеи, которые развивает Духинский. Потому что он же говорит о чем? А ведь его книги, как раз его работы, она же именно в это время, в 60-е, когда особенно как раз вновь эта тема становится востребованной, публикуются. И он говорит о том, что вот да, действительно, Московское государство или Московская Русь это не продолжательница Киевской Руси или вот той Руси, потому что да, действительно, это совершенно другое государство, которое незаконно себе присвоило, во-первых, право называться Россией, а во-вторых, незаконно присвоило себе земли, которые изначально ей не принадлежали. И они как раз, Духинский говорит о том, что начинает все это Петр Великий. И после его Полтавской битвы как раз, собственно, все это начинает происходить. Когда вот Малороссия становится русской, и Петр Первый, как он говорит, он сначала похитил и вот само имя, это русские, а потом и территории, которые не принадлежали. И как он пишет, что вот по указу и Петра, а потом Екатерины, русские, они просто вот самопровозгласили себя вот таким вот русским народом. А на самом деле, вот он развивает эти мысли, что русские это никакие не европейцы, это более того не славяне, потому что как раз тогда обсуждается вот этот вот вопрос. Ну вот в тех кругах ученых, которые были как-то падки, или которые считали вот такой модной вот эту новую такую науку, расовую теорию. Вообще шел вопрос о том, вот кто такие финно-угры, вот что это за народ, что это за такая национальность. И вот как раз тогда возникают вот эти все идеи о том, что это такой смешанный какой-то народ, и вот тут на помощь приходит вот эта вот туранская теория, что это некие такие туранцы. А вот а кто они такие, откуда это все? Что за туранская теория, откуда туранцы? Ну тут на самом деле вообще какая-то полумифическая такая, да, полулегендарная вещь, вот это туранское государство там, было ли оно, не было. Но в данном случае для Духинского и его последователей важным было другое. Показать, что вот эти некие такие туранцы, это не европейцы, это не славяне. Это не европейские аренцы, да. Откуда они это уже? Ну это смешанная такая раса, это смесь вот финно-угров, тюркских народов, восточных народов. Он же даже пишет, что русские это китайцы, это что-то близкое вот именно к китайской какой-то нации. Но главным было показать, что это вообще смешанный какой-то народ, а это же грязнокровки. А вот как раз мы знаем, что по всем вот этим расовым концепциям или псевдоконцепциям, смешение рас это и есть такое главное зло. Можно вспомнить вот уже в дальнейшем идеологов национал-социализма, которые вот именно об этом и будут говорить. Да, что это такая смешанная раса, которая мало связана с европейскими народами, ну или со славянами, ну или там есть какая-то часть. Ну в общем это что-то такое испорченное. И как раз вот это и есть вот такая вот генетическая концепция антироссийской или русофобской мысли, которая обосновывает какую-то испорченность русского народа именно тем, что вот произошло вот так несчастье такое смешение рас, смешение крови. Кстати говоря, москалей, извините, что употребляют слово, на самом деле ничего оскорбительного в этом понятии нет. Почему-то у нас иногда считают его именно оскорбительным. Так называли поляки русских московского государства. И представлено в том, что москали, они все русские, потому что русскими считались именно жители Руси. А вот именно москали являются какой-то помесью с угрофинами и вообще может быть туранским народом. Он сформулировал еще великий польский поэт Адам Мицкевич. Конечно. У его лекции в коллеже де Франс там много всего интересного было сказано. Да, и это же было прописано у, опять же, великого польского историка Йохиме Лилевеля. То есть у Духинского были прямые учителя, прямые предшественники, но они еще не рассуждали действительно в расовых категориях. Каких-то романтических таких, да? Да, а вот у Духинского уже такая стройная расовая система. Нет, он не мерил русским черепа, он рассуждал теоретически. И теоретические рассуждения, они крайне оторваны от реалий, поэтому там много всего забавно. Например, он объяснял, в качестве доказательства того, что русские являются туранцами, да, надо пояснить, туранцы – это кочевники, именно кочевники, да? Это раса кочевников. Это, кстати, идет еще от иранского самосознания. В Иране традиционные сказки и вообще идентичности на противостоянии с Тураном. Иран как оседлая цивилизация, Туран как кочевническая цивилизация. Так, Иран – это вот страна ариев, то все это так или иначе осмыслилось как противостояние индоевропейцев, европеоидов, как еще эти белые расы, с расой туранцев, азиатов, желтых и так далее. Так вот, он, в качестве доказательства того, что русские являются туранцами, приводил то, что русские ведут скотоводческий образ жизни, они не являются соседлым народом, ну, то есть русские москали, да, они не являются соседлым народом, они заняты водоскотоводчеством и торговлей. И их природа очень контрастирует с европейской, потому что там нет лесов, там степь. Этот человек ни разу не был в Москве, ни разу не был в России, да, он... Ну, Киева ему хватило, видимо. Да, он, ну, Киев для него европейское пространство. А вот там что-то... А вот это тоже очень важно. А у него же, знаете, у Духинского у него есть вообще такой анекдотический даже случай, когда он вот эту границу там, ну, вообще по Днепру, да, а как и Герберштейн, он же тоже говорил, что это Танайс, то есть это Дон, да, вот по Дону граница... Старая традиция. Да, 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 между Европой и не Европой, Европой и Востоком. А, вот, восточные берега Днепра являются границей, то есть это за Киевом. Да, и он же потом будет призывать на Днепр, на Днепр европейцев. Вот именно там, он говорит, решается судьба европейской цивилизации, и тут идет вот эта вот битва не на жизнь, а на смерть. Опять-таки, это то, что европейцы всегда думали о России, представляя вот Европа, Россия, не как некое сосуществование, а как какая-то экзистенциальная борьба, вот борьба добра и зла, вот, которая никак не может закончиться какой-то дружбой, каким-то консенсусом. Об этом же как раз будут говорить вот французские последователи Духинского, а он же границу проводит еще буквально, чтобы было понятно обывателю, по употреблению пива. Вот он об этом в том числе пишет, что европейцы это там, где пьют пиво, а вот в Москве там они все пьют кумыс. И вот как раз вот по Днепру люди нормальные пьют пиво, а дальше пьют кумыс, и это уже тоже мы можем воспринимать как критерий принадлежности к Европе. А еще водах, правда, не упоминается, но это более сложный сюжет. А еще по границе роста тополей. Вот в Европе тополя растут, в Москве они не растут почему-то. То есть он пытался обосновать азиатскость Москвы через любые возможные признаки. Это какие-то мемы, какие-то яркие картины, которые парализуют сознание и как бы привязывают тебя к идеологии. И даже они не то, что парализуют, Олег Борисович верно говорил, что ведь у Запада была своя Россия и есть вовсе на нашу страну непохожая. То есть это такая воображаемая Россия. И ведь как раз 19 век это время, когда огромное количество путешествий в нашу страну, огромное количество книг о России, но при этом получалось, что рост знаний, он никак не влиял на представление. То есть было уже вот это стереотипичное или мифологическое мышление, а миф, как правило, это политический миф, то есть это не просто какой-то миф, да, а миф, который идеологически заряжен и который, как у Герберштейна, формирует вот именно эту необходимую мысль. И поэтому европейцы к тому времени, они уже были как раз очень приучены к взгляду на Россию, как не то, что даже на Восток, а как на Азию и более того, как на Азиатчину. Но мы же еще должны понимать, что это же время, это время, когда происходит сегментация науки, дробление науки, это время позитивизма, когда вот просто мода на формулировании вот таких вот четких, понятных каких-то задач, конструкций, вроде бы логически обоснованных и очень таких вот закономерных. И поэтому как раз вот это вот во многом псевдонаучная концепция Духинского действительно построена, построенная на его собственных таких вот измышлениях, она французами начинает восприниматься как что-то такое стройное и логичное. Но вот как раз что характерно с Духинским, ведь он как раз в 64-м году в Париже читает публичную лекцию, на которую собралось порядка трех тысяч человек. То есть представляете, какая, да, публика собралась. Да, три тысячи человек. Это какая же аудитория должна быть. А знаете, какая аудитория? И сама аудитория в буквальном смысле, и кто присутствовал? Присутствовал император Наполеон III, присутствовали министры народного просвещения, то есть присутствовала французская интеллектуальная элита, которая с восторгом... И политическая элита, да, еще в первом лице. Да, которая с восторгом слушала вот эти вот идеи Духинского, и у него появилось огромное количество французских подражателей. И это, знаете, тоже не рядовые какие-то люди, а это все светило французской науке. Допустим, Анри Мартен, который в 70-е годы получит статус академика, он будет членом французской академии. Или еще один известный историк Илья Сареньо, или Казимир Далямар, политик, издатель влиятельный, крупный предприниматель. Вот, допустим, тот же Анри Мартен, вот по итогам этой лекции, он напишет записку восторженную Духинскому, где будет, по сути, излагать вот те же самые идеи, будет говорить о том, что русские это не славяне, и что русские себе незаконно присвоили имя русских, а на самом деле они московиты, и Россию следует так и называть Москве, он так и говорит, что давайте отбросим приличия и перестанем вот называть русских русскими, потому что они не русские, они московиты, и их надо отправить туда, откуда они вышли, в Пустыни Сибири. Вот, значит, ну смотрите, да, уже есть конкретное предложение. Именно так. То есть не только переназвать, да, вот как правильно, по-ихнему, да, но еще и куда-то отправить. На самом деле, и более того, и... А это уже, простите, да, плану ОСТ очень-очень близко. В том-то и дело, и более того, вот, кстати, журнал «Отечественные записки», который опубликовал тогда вот это письмо Духинского... Это уже наш российский журнал. Да-да-да, не Духинского, а ответ Андрея Мартена, он вот так журнал или журналисты пишут, что нет такой туранской земли, в которой Андрей Мартен смог бы закопать свой позор. Ну, потому что понятно было, что историк уважаемый, он автор 19-томной истории Франции, и вдруг оказывается солидарным с такими идеями. А Мартен и не думал позориться. Он более того, вот и он, и Элиас Риньо, и Казимир де Лямар, они же какую идею продвигают? Создание Европейской Федерации с целью борьбы против России. И тот же и Мартен, и Элиас Риньо, они пишут, что эта борьба не может быть закончена каким-то мирным путем. Это противостояние нельзя решить путем диалога и компромисса, а речь идет именно о вооруженном противостоянии и объединении европейских государств против вот этой Московии. И они применимы к 19 веку, откровенно используют термин Московия. И более того, они же прекрасно знают историю Франции, и они ссылаются на проекты федерализации Европы еще 16 века. Они апеллируют 17-го к великому проекту Генриха IV и Сюли, который как раз предлагал создать такую единую Европу, но для борьбы с Габсбургами. А теперь вот Элиас Риньо и Мартен, они прямо пишут, что мы должны использовать вот эти идеи федерализации Европы, но должны объединить свои усилия, причем вооруженные усилия, для борьбы с московитами. Так, то, что мы раскопали, в общем-то, ошеломительно, ну, с исторической точки зрения, ну, видимо, есть еще и актуальные точки зрения. Ну, во-первых, вернемся, у нас уже мало времени, сейчас дадим какой-то финальный аккорд. Значит, вы уже упомянули отечественные записки, да, то есть в России это, ну, так или иначе, наблюдали, но и, видимо, какой-то ответ был, все-таки это была наука, тем более наука, связанная с политикой. Вот кто в тогдашней России, ну, скажем так, из научного мира отозвался на эту чудесную теорию Туранскую? Ну, вот об этом, допустим, писал очень активно известный российский публицист, мыслитель Аскочинский. Вот он много об этом писал, и его как раз поражало, что как французские власти в условиях вроде бы действия, не то что русско-французского союза, но вот этого вектора, сторону этого союза, они могут допускать вот такие, не то что там откровенно антироссийские заявления, но откровенно российские заявления. Ну, знаете, французская публика была, наверное, тогда всеядна, поэтому она поглощала и такие идеи. Ну, самое здесь, наверное, такое смешное, это уже период, который близок к франко-прусской войне, когда французы просто вынуждены, вот именно действительно вынуждены пересмотреть свой взгляд на Россию, потому что мы становимся для них жизненно необходимыми. И вот тогда как раз ситуация меняется, потому что Духинский уезжает в Швейцарию, там он создает музей польский, и все, и французы о нем забыли. То есть они очень рациональные, они очень быстро перестроились. Вот тот же Андрей Мартен, он прекратит об этом писать. Казимир Далямар, он в 69-м году обратится к Сенату с петицией о переименовании вот этой кафедры Мицкевича славянских языков и литературы. Он будет говорить, что необходимо разделить не славянских языков и литературы, а языков славянского происхождения. И более того, он обратится с петицией о защите 15-миллионного народа рутенов. Ну, рутены это, по сути, современные как раз украинцы, которых порабощают московиты, которые вот их эксплуатируют. И он вообще выступал за реформу французской системы образования, говоря о том, что необходимо не изучать историю славян, а надо опять-таки изучать отдельно историю народов, говорящих на славянских языках, и изучать эту историю не с Петра Великого, как это традиционно французы изучали, а вот как раз идти вглубь, то есть изучать вот истинную Русь, о чем говорил Олег Борисович, то есть не Русь, не московское царство, а вот ту самую настоящую Русь, польскую Русь. И вот отдельно московитов. Но подчеркну, все эти идеи были востребованы и актуальны до франко-прусской войны и поражений, потому что потом французы очень быстро смогли перестроиться, как и так забыть про эти. Но все-таки вот похоже, что наследие Духинского – это не какая-то археология. То есть да, вот мы раскопали всю эту историю XIX века, нашли какие-то уже следы ближе к веку XX, но похоже, что она востребована и в текущем контексте. Вот в этом-то все и дело. Почему Духинского с его совершенно абсурдными заключениями так хорошо воспринимали? Потому что он говорил на том же языке идентичности, потому что он говорил то, что хотели слышать. Эта информация была востребована, даже если подозревали, что она неточна. Приведу маленькую цитату из Карла Маркса. Вот он писал тогда, догма Липинского, будто великороссы, не славяне, отстаивается господином Духинским из Киева профессор Парижа самым серьезным образом со всех сторон, дальше описывает эту догму и переписывает, я бы хотел, чтобы Духинский оказался прав, и чтобы, по крайней мере, этот взгляд стал господствовать среди славян. То есть вот он очень точно... Среди славян. Да. Вот Карл Маркс, оценивая русских как народ реакционный, соответственно, антиреволюционный, он видел, что это очень полезная для его теории концепция. И точно так же почти любой идеолог и политик в Европе того времени понимал, что вот очень удобная теория для того, чтобы обосновывать враждебность в отношении России. И то же самое, наверное, лежит в основах того, что здесь Духинского почти не заметили, потому что он совсем уж на чуждом языке идентичности говорил. Доказывать, что Духинский не прав, это как доказывать, что и не верблюд. Надо доказывать, что у нас тут земледельцы, а не скотоводы, что у нас тут действительно христианизированное общество довольно, а не сатанист. Он объяснял, что реальная религия... Или иудеи, он говорил, что вот там склошь иудеи, да? Ну, потому что туранская раса вмещала в себя семитов, поэтому это скотоводческо-торговый элемент, соответственно, москалье в значительной степени состоят из евреев и так далее. Но все это объяснять было довольно нелепо и глупо, да? Ну, приезжайте, посмотрите. Но европейцы приезжали, смотрели, все равно у себя воспроизводили эти идеи. И, да, конечно, от Духинского довольно скоро, как бы, не то что отказать, перестали на него ссылаться, потому что почувствовали, что все-таки нелепо. Но этот, в общем-то, очень талантливый жонглер идеологическими приемами, он как бы растворился в интеллектуальном пространстве, он никуда не делся. Он представлен везде, вот смотрите, ну вот его теория, что москали придумали о том, что они русские и являются наследниками Древней Руси при Екатерине II, после того, как она пошла на разделы Польши. И надо было обосновать свои права на русские земли. Поэтому вот Екатерина и ее ученые придумали, что москали на самом деле русские, и с тех пор пытаются называть себя русскими, Россия и так далее. Ну, чушь абсолютная, потому что все исторические источники до Екатерины, до Петра и так далее, с довольно давних столетий, свидетельствуют об обратном. Но ведь французы-то, они же, знаете, когда, согласно, они как раз вот в это время, сторонники Духинского, они писали, они это воспринимали как чистую науку, и говорили, что вот как раз, смотрите, московиты-то, у них там как сильно развита наука, и они все это обосновывают. А мы, как они пишут, мы тоже должны не отступать от них, не отставать. Более того, как они пишут, политика должна идти за наукой. Мы должны вот сейчас это серьезно, как ученые, обосновать для того, чтобы потом, опираясь на вот эту нашу теорию, созданную нами, и они так и пишут, вот прекрасные ученые, там они же друг друга цитируют, Казимир Далямар, Духинский, Ремартен, чтобы потом политика шла за учеными, и чтобы наука, она как раз освещала вот эти вот серитриальные, по сути, изменения, которые они и предполагали сделать в Европе. И даже если мы вот к современности уже мостик перекинем, и обратимся... А уже все, мы уже в современности, мы подводим итоги. Если мы посмотрим украинскую вот петицию, которая была еще в конце прошлого года подана, за переименование Российской Федерации в Москву. И она необходимые 25 тысяч набрала для того, чтобы быть рассмотренной президентом Украины. И он же выступил, да, вот с этим заявлением, что это да, это действительно необходимо этот вопрос рассмотреть и переименовать Российскую Федерацию в Москве и русских московедов. То есть, опять-таки, мы имеем дело, понятно, с очевидной глупостью. Но глупость, которая имеет, во-первых, очень глубокие корни и очень серьезные... Замечательно сказано. Удобная теория. Она работает. Спросите любого украинского националиста, он расскажет, что... Ну, как мы спросим, да, но и все. Понятно, что это до сих пор. То есть, дело не заисково. Да, что москали заимствовали русское имя при Екатерине Второй, ну или при Петре. А, понятно. Да, эти все мифы живут. И то, что москали азиаты, а украинцы, а настоящие европейцы, это все живет. И хотя Духинский был таким фигляром, конечно, в науке, все основные мифы, которые он прописал, они, как ни странно, несмотря на свою абсурдность, антиисторичность, антинаучность и так далее, они прекрасно работают по сей день. И в заключении разных европейских мужей, и нам сейчас актуальна Украина. Да, достаточно же просто набрать в интернете имя. И это все сразу вылезет. На украинском языке, вот что вылезет. Смотрите, да, дамы и господа туранцы, что делать-то будем? Вот, ну, было сказано замечательно еще, собственно, с той стороны, что у этих вот москалей наука-то какая сильная. Да. То есть, у нас все в порядке с этим делом. Да, мы... Вот что с этим, ну, показали всю глупость, нелепость, да, политическую ангажированность, плюс там еще какие-то соображения, ну, местечково-геополитического такого свойства. Но у нас есть свое знание, у нас есть свое представление. Ну, переименуют, ну, там, да, ну и что? Все равно мы останемся такими, какими мы есть. И ничего с нами не сделаешь. В этом наша великая туранская сила. Спасибо вам огромное за этот разговор. Многое прояснило в нашем, да, положении и состоянии. То есть, с нами все в порядке. А вы смотрите, пожалуйста, программу «Истериан». «Истериан». «Истериан» Продолжение следует...